Слава Богу, братья и сестры, дорогая церковь, дорогие друзья, дорогие гости, дорогие онлайн-слушатели. Желание моего сердца, чтобы Бог нас всех сегодня благословил, что мы пришли на это место для того, чтобы прославить нашего Господа. Это первая цель, с которой мы должны сюда прийти, чтобы прославить имя нашего Господа плодом уст наших, через песнопение, в молитве, через какое-то участие. Пусть Бог благословит всех нас в этом. Слава Богу. И также мы сегодня приходим на это место, пришли на это место, и обычно мы собираемся для того, чтобы услышать Слово Божие. Слово Божие, которое будет нас менять. Слово Божие, которое будет нас очищать. Слово Божие, которое будет нас научать, как нам дальше идти. И пусть нас Господь все благословит в этом. Сегодня мой сын-оператор. Чуть-чуть надо сделать общий звук потише, чтобы не фонило. Извините, пожалуйста, братья сестры. Сегодня, знаете, такое желание моего сердца проповедовать на такую тему, которая, она очень распространенная, мы часто о ней слышим, и часто бывает мы читаем на это из Писания, читаем об этом, но, знаете, мы просто возбуждаем у нас доброе напоминание, мы просто напоминаем друг другу. И, может быть, для кого-то это слово, оно окажется ключевым сегодня. Может быть, кому-то не хватает этого для его духовного роста. Сегодня я буду проповедовать на тему веры. Это очень обширная тема, и на тему веры есть очень много подтем. Есть очень много подразделов, есть очень много направлений. И если просто говорить о тему веры, то можно говорить об этом в недельный семинар, стараясь покрыть все аспекты, все случаи, все, что Писание говорит о вере, как эта вера в нашей христианской жизни происходит, как нам поступать и так далее. Хочется так, знаете, вкратце взять для себя такую главную мысль, что вера, она может быть и Божья вера, и может быть просто наша вера. И хочется сделать небольшое разделение, как в нас христиан, людей, которые следуют за Иисусом Христом, которые называют себя людьми верующими, что мы должны понимать отличие, что в нас должна быть вера Божья, потому что может быть вера и не Божья. Не всегда вера, которая не Божья, она плохая, да? Например, вера в светлое будущее. Это тоже вера, да? Вера в то, что я все смогу. Сейчас мы живем в такое время, когда есть очень много учителей, которые, я не говорю учителей в церкви, но таких учителей светских, которые дают семинары, как поверить в себя, как добиться какого-то успеха, как добиться чего-то в жизни. И очень многие ставят основной такой фундамент, что ты должен поверить в то, что ты это можешь. Хорошо это или плохо? Я думаю, это где-то хорошо, если говорить о каких-то вещах. В духовных вещах мы четко разделяем, что есть вера и есть вера, которая Божья. Вера, которая имеет какое-то определенное основание. И хотелось бы об этом немножко поговорить. И вначале я зачитаю такое место из Писания. Евреям 11 глава 6 стих. Евреям 11 глава 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Священное Писание говорит о том, что если мы хотим следовать за Богом, и если мы хотим угодить Богу, то есть угодить Богу, войти в connection, как говорят, в отношение с Богом, чтобы мы имели отношение с Богом, что-то получали от Бога, чтобы мы могли что-то дать Богу, мы не можем это сделать, если в нас не будет веры. Это невозможно. Священное Писание не говорит о том, что без веры угодить Богу будет трудно, или как-то, какие-то непонятные вещи. Все написания говорят очень четко. Невозможно угодить Богу без веры. В первую очередь, когда мы приходим к Богу, мы должны что? Верить, что Бог есть. Правильно? И второе, что если мы приходим к Богу, мы должны верить, что если мы ищем Бога, то Бог может нам дать в ответ. Как много христиан молятся, просят что-то у Бога, но они не верят, что Бог может им помочь. И мы об этом немножко еще поговорим. Итак, без веры угодить Богу невозможно. И что же есть вера? Вера, тут же в Евреям 11 глава 1 стих говорится, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимое. Я немножко почитал информацию. Раньше мы открывали какие-то словари, сейчас мы все пользуемся гуглом. которые, по сути, тоже есть источник информации. И я прочитал, что такое вера. Знаете, иногда нам трудно самим понять, что же это есть для нас. Вот мы созданы Богом, существа, да, у нас есть дух, душа и тело. Мы знаем, что есть эмоции, мы знаем, что ты можешь радоваться, можешь печалиться, можешь быть голодным. А вера? Вот что такое вера? Чувство. Скорее всего, что вера – это не чувство. И я так, когда, вот знаете, почитал немножко, с точки зрения психологии даже, вера – это четкое решение, четкое принятие чего-либо. Это признание чего-либо истинным. Признание вот что-то, что оно истинно, независимо от фактического или логического обоснования. То есть, я признаю, что это правда, что это истина, и мне не надо, чтобы кто-то мне ее доказал. Я не пытаюсь ее себе доказать, я верю, что это так. Почему истинное христианство, оно не доказывает, что есть Бог? Нам не нужны доказательства, что есть Бог, потому что мы верим, что Он есть. Понимаете, братья-то? Это такая тонкая грань. Мы верим, что Бог есть. И, знаете, бывают в жизни какие-то обстоятельства, когда человек пытается преодолеть какие-то трудности, и ему все говорят, у тебя это не получится, потому что, смотри, все обстоятельства против тебя, все против тебя. Есть какие-то логические вещи, есть какие-то там причины, что ты никогда этого не сделаешь. И человек говорит, я верю, что я смогу это сделать, и он это делает в итоге. То есть, мы признаем что-либо. Это может быть, знаете, даже когда был атеизм, когда был коммунизм, когда много лет назад люди не верили, что Бог есть, они верили, что Бога нет. То есть, у них тоже была вера. Они верили, и они четко были в этом убеждены, и они строили всю свою теорию устройства государства, всю свою научную теорию, они все устраивали на том, что Бога нет. Таким образом, можно смело утверждать, что они тоже в это искренне верили, потому что они точно так же не могли доказать, что Бога нет. Понимаете? Потому что есть такие вещи, которые научно не докажешь. В их нужно поверить. Итак, мы берем какое-то основание и говорим, что это истина, и нам не нужно доказательства, какое-либо логическое или физическое объяснение на это. Итак, мы знаем, что вера, она может быть во что угодно. Есть много людей, которые верят. Знаете, я много общаюсь с людьми и по работе, и так бывает, в магазине кого-то встречаешь, и там, в той стране, откуда я приехал, тоже много было таких общений с людьми. Часто бывало по работе, общаешься с неверующими людьми, и ты начинаешь видеть, что есть очень много людей, которые верят во что угодно, только не в Бога. Люди верят в космос, верят в энергию, верят в высший разум. Люди верят в воздаяние, да? Мы верим, что есть закон сияния жатвы, некоторые это называют там как угодно, не буду это произносить с кафедры, что... Но люди верят, что есть воздаяние за плохое, за хорошее. Но наше отличие христиан от всех других людей, что мы за основу своей веры, вот то, что мы признали за истину, что наше основание, наш фундамент нашей веры есть Иисус Христос. С этого начинается наша вера, братья и сестры, слава Богу. Этим мы отличаемся от всех других людей, что наша вера в этот самый краеугольный камень, то, что положено в основание, то, на чем стоит все строение, это есть Иисус Христос. Мы приняли для себя это как за истину, которая не требует никаких доказательств, и это работает. Бог работает через это, Бог работает через веру. Когда мы исследуем Писание, я не буду сегодня много именно об этом говорить, но Бог, Он работает через веру. Вера – это как наше состояние души, это как канал, который соединяет нас с Богом. И без веры угодить Богу невозможно. Все делается через веру. И в Марка 11, 23, вы можете не высвечивать это, Христос говорит, имейте веру Божию. Есть четкое-четкое различие, как в английском говорят, distinguish, четкое разделение. Есть вера Божья. И мы об этом поговорим, что вера Божья, она приходит от основания, которое есть Иисус Христос. Слава Богу, братья и сестры. Это действительно прекрасно. И Исайя 28, 16. Я зачитаю еще два места из Священного Писания, чтобы мои слова, они не были просто слова. Хочется подтвердить их на основании Писания. Исайя 28, 16. Поэтому так говорит Господь Бог. Вот я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, камень краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующие в Него не постыдиться. Братья и сестры, о ком это говорится? Это говорится о Господе нашем Иисусе Христе. Ведь мы верим, понятно, да, что это говорится о Господе. Еще одно место из Писания, которое это подтверждает, Ефесянам 2, 20. Итак, давайте я начну с 2, 19. Ефесянам 2, 19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Братья и сестры, если мы собираемся, если мы называем себя верующими людьми, если мы заявили, что мы верим в Бога, дай Бог, чтобы наше основание веры, та истина, которую мы приняли для себя беспрекословно, которая не нуждается ни в каком доказательстве, и мы верим в это, что бы ни случилось в нашей жизни, дай Бог, чтобы эта истина был Иисус Христос. Вера в то, что Иисус Христос – Бог. Вера в то, что Иисус Христос пришел на эту землю, как человек пострадал, умер за наши грехи и воскрес, и сидит одесную Бога, и ходатайствует за нас. И дальше что написано? Что всякий, кто верит в Господа, да, он спасен будет. То есть наша вера во Христа спасает нас. Мы имеем спасение через веру во Христа, через веру. Христос нас спасает через веру. Очень много таких формулировок в Писании – через веру. То есть вера – это есть некое состояние нас, которое должно быть в нас, чтобы нам иметь этот контакт с Богом. И мы видим, что как эта вера может попасть в наше сердце? Откуда эта вера может взяться? Это очень важный вопрос. Это как бы следующий такой элемент этой мысли. Хорошо, мы разобрались, что вера, но откуда ей взяться, этой вере Божией? Откуда берется вера? И в Священное Писание нам очень четко говорит Римлянам 10-17, да? Я думаю, тут все это знают. Вера отслышания мы услышали. А что мы услышали? Слово Божие. Почему так часто нас предупреждают? Не читайте все подряд. Не смотрите все подряд. Не смотрите все новости подряд. Не читайте все научные сводки подряд. Потому что то, что вы услышали, то, что вы приняли в себя, от этого растет ваша вера. А вера Божия, она от чего может расти? От Слова Божьего. Вера Божия, она не вырастет от Ютуба. Вера Божия, она не вырастет от Гугла. От всяких новостных сайтов. Если мы заходим и читаем все, что происходит в этом мире, как все в этом мире плохо, потому что в этом мире действительно все становится хуже и хуже. И мы когда это читаем, мы когда-то впитываем. В нас растет нехорошая вера. А вера Божия, что с ней случается? Она ослабевает и может даже разрушиться. Она может разрушиться. В Писании, в Тимофеи 2,18 написано, что некоторые говорят, что в воскресенье уже было, да, и разрушают в некоторых веру. Неправильная информация, неправильный источник, он может разрушить эту Божью веру, которая из нашем сердце. Дальше, продолжаем. Вера, она приходит от Слова Божия. Если мы читаем Слово Божие, если мы вникаем в Слово Божие, то вера, она придет от Слова Божия. И дальше, мы не можем просто заявить, что мы христиане. Я верующий человек, я христианин, я читаю Библию, я чувствую, я чувствую, что я вот знаю Бога, слава Богу. Слава Богу, если ты чувствуешь, что ты знаешь Бога, если Бог тебя касается. Слава Богу, если ты получаешь откровение, когда читаешь Писание, слава Богу. Но, если у твоей веры настоящее материальное подтверждение. Дело в том, что вера, она не может быть живой верой, если она только в теории, в моей голове, но не имеет материального продолжения. Писание говорит, вера без дел мертва. Это не может быть Божья вера, то, о чем мы сейчас говорим, если эта вера не подтверждается никакими делами. Как вера может быть подтверждена делами? Очень-очень хороший, прекрасный пример. Вот хочется его еще раз просто понять, думаю, вы все его знаете. Когда в церкви все молились за дождь, и на следующий день один мальчик пришел с зонтиком. Ему говорят, что ты зонтик взял? Так мы же молились за дождь. У мальчика была искренняя вера, что будет дождь. Он своими делами подтвердил то, во что он верит. Он пришел, взял зонтик, чтобы не намокнуть. А еще есть такой пример про бабушку, которая молилась, 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 чтобы колодец передвинулся поближе к ее дому. И когда она открыла глаза, она посмотрела и говорит, я так и знала, что этого не произойдет. То есть, да не будет у нас такая вера, когда мы молимся, ожидая получить что-то от Господа, но мы не верим, что Бог может для нас это сделать. Потому что, как написано, как я прочитал, что ищущим Его воздает. Мы должны верить в то, что если мы ищем Бога, если мы что-то хотим от Бога, то Бог нам воздаст. Очень хороший пример веры, у которой нет дел. Например, я верю, что я могу стать прекрасным доктором. Я точно в этом уверен. Братья и сестры, если я просто буду верить, что я могу стать хорошим доктором, я стану хорошим доктором? Ведь нужны годы дел, учеба, практика, очень много труда. И правда, нам нельзя оставлять эту веру, что я могу стать хорошим доктором. Но это годы, годы труда и дел. Только так я смогу стать тем, во что я верю. Я заявляю, что я христианин, но я выхожу с церкви, и мои дела, если мои дела не соответствуют тому, что я говорю, это во мне есть живая Божья вера, я могу поставить под сомнение свою веру, усомниться в том, что моя вера от Бога, если я выхожу со стен этого храма, и я поступаю совершенно не так, как христианин. Если во мне нет милосердного сердца, чтобы помочь моему ближнему, если во мне есть желание добивиться своего и внести раздор где-то, и многое-многое-многое-многое, то, о чем нас Писание предупреждает, и я не держу это в сердце своем, чтобы это исполнять, но я только говорю, что я знаю Бога, то эта вера, она может быть поставлена под сомнение, что это не есть истинная вера, братья и сестры. Так Писание говорит, Якова 2,17, Якова 2,17 стих. Так и вера, если не имеет дел, она мертва сама по себе. Братья и сестры, бывает мертвая вера, мертвая вера. Я верю, я христианин, я верю. А там дальше Яков говорит, ты говоришь своему брату, который нуждается, иди, грейся и питайся, пусть Бог тебя благословит, а сам даже ему доллара не дал, чтобы ему помочь материально. Но твоя вера, она не имеет никакого действия. Твоя вера не имеет никакого действия, если так произошло. Яков прямо взял вот этот пример, как за пример, но это может быть в разных сферах нашей жизни. Я верю, что Господь может привести моих родственников ко спасению. Вроде бы верю, но я могу вернуться домой и поссориться так со своим неверующим родственником, так ему засветить по-христиански, закоптить, как некоторые говорят. Некоторые христиане светят, но иногда бывает, что мы коптим своими поступками, своим поведением. Как может эта вера, что Бог может привести нашего неверующего родственника, как эта вера может работать, если я своими делами сам своего неверующего родственника от Бога отталкиваю? И такое может быть, братья и сестры. И также Писание нам говорит, что мы должны пребывать в вере. Деянием 14.22, вы можете это не высвечивать, написано, что утверждая души учеников, увещевая пребывать их в вере, пребывать их в вере, находиться все время в этом состоянии. Не так, что сегодня я верующий, сегодня я верю, я стараюсь, завтра я уже не верующий, я передумал, у меня плохое настроение, завтра я буду по-мирски жить, в пятницу я снова покаюсь, а в субботу я опять сделаю свои мирские дела. Так не работает, так не получится, братья и сестры. Мы не можем сегодня решить одно, завтра другое, если мы встали на этот путь спасения, если мы встали на путь веры. Господь ожидает нас, чтобы мы пребывали в вере и не оставляли этого упования своего. Слава Богу, братья и сестры. И хочется еще подчеркнуть очень важный момент, что вера, это не есть просто наше решение или желание, чтобы оно случилось. Что вот я сейчас сосредоточусь, вот я сейчас сфокусируюсь, и у меня появится вера. Когда мы приходим к Богу в нужде и смиряемся перед нашим Господом, имея вот эту вот небольшую веру, что Господь есть, что Господь, ищущим Его воздает, Бог обратно возвращает нам веру Духом Своим Святым. Это важный момент, что настоящая вера от Бога, она может быть в нас от Духа Святого. Когда мы читаем Священное Писание, кто приходит на Священное Писание? Святой Дух. Когда мы читаем Священное Писание, и написано «растворенная верой», да, то Дух Святой приходит и дает нам эту веру. И мы видим, что плод Духа – любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вера – это как составляющая плода Духа. Это то наше состояние, как христиан, что в нас должен быть этот плод, который Господь ожидает от нас, чтобы он возрастал. И эта часть – это и есть вера, это вера Божия. И еще Писание говорит, в некоторых случаях бывает особый дар веры, как дар Святого Духа. Когда человеку дается конкретный дар веры для созидания Церкви. Были случаи, когда по вере вода могла превратиться в елей, я слышал такие откровения, что совершалось служение, и просто братья помолились, и вода превратилась в елей, которым помазывали больных. Было служение, не было елея. То есть дар веры, когда Бог для созидания, для устраивания Царства Своего может дать конкретный дар какому-то сосуду, через которого будут совершаться вот такие вот чудеса, дар веры. И мое время истекает. Я бы хотел очень коротко заострить еще внимание на то, что от веры можно отступить. Вера может разрушиться, как я уже говорил, если мы будем прибегать не к тому источнику. Если мы не будем прибегать к источнику, который есть Слово Божие, вера постепенно, она может разрушиться, потому что мы живем в агрессивном информационном мире, где мы воспринимаем очень много разной информации, которая может разрушить нашу веру. И даже про некоторых людей написано, что они потерпели корабль крушения в вере, когда они разочаровались и отступили от Бога. И некоторые отступили вот как бы в одном и том же. Вера, она еще будет испытана. Если в нас есть вера Божья, она будет испытана. И очень коротко, 1 Петра 1, 6-7. 1 Петра 1, 6-7 стих. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Господа Иисуса Христа». Слава Богу, братья и сестры. Бог испытывает нашу веру для чего? Для того, чтобы она укрепилась, для того, чтобы она стала еще больше. И если у нас есть недостаток веры, мы должны просить, что Бог умножил в нас веру. Помните, как ученик сказал? «Верю Господи, помоги моему неверию, помоги мне Господи, ибо не хватает мне веры». И в финале, просто хотелось бы сказать, что в финале, финал нашей веры, ведь мы знаем, что вера, она туда уже не переходит. Туда переходит только что? Любовь. Вера не одежда любовь, но любовь из них больше. И 1 Петра 1, 1, 3, можете не высвечивать. «Достигая, наконец, верою вашей спасения душ». И как финал нашей веры, нашего хозяйения здесь на земле. Это истинная вера от Бога, которая однажды была посеяна в нашем сердце, когда мы в смирении пришли перед Богом, попросили Господь. «Дай, чтобы твоя вера была в мое сердце». Я не хочу верить, во что попало. Я не хочу верить в эти новости. Я не хочу верить в эту информацию, которая очень часто противоречит, и она неправдива. Я хочу верить в Тебя. Я хочу, чтобы моя вера была основана на Священном Писании, если это действительно так. Если моя вера, она еще имеет продолжение в делах, что я действительно поступаю так, во что я верю. И даже иногда Бог и испытывает мою веру, чтобы она укрепилась. И если я пребываю в моей вере, то Петр говорит, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Как Христос много раз говорил, «Иди, вера твоя спасла тебя». Братья и сестры, очень хочется, чтобы мы сейчас начали молиться, и чтобы Господь укрепил нашу веру, чтобы Господь умножил в нас веру. Если мы чувствуем на основании, в свете Слова Божьего, что не хватает этой веры, даже уже немножко я могу поставить под сомнение свою веру. Господи, верю ли я в Тебя действительно? Если мне действительно вот эта вот вера Божия в моем сердце, или может быть мое сердце уже верит во что-то другое, может быть, этой искренней, живой Божией веры давно уже нет в моем сердце. Господи, я хочу, чтобы Твоя искренняя, настоящая, живая вера, которая от Духа Святого была в моем сердце, чтобы я мог смело идти, чтобы я мог Тебе служить, и чтобы я, наконец, верою своей достиг спасения своей души. Пусть Бог нас благословит, братья и сестры. Аминь. Аллилуйя, ребята, глайте. Хвала Тебе, Иисус.